привет спасибо говорю сразу всем тем кто пишет комментарии очень радостно их читать я узнаю очень много нового когда узнаешь что новое это всегда здорово потому что есть куда двигаться дальше с чего начать с того что я не знаю как фрэнк запа относился группе the beatles он очень много говорил достаточно иронично про группу the beatles конкретно про группу the beatles не помню что-то было такое что-либо в прямую с иронии но он относился к такой музыки весьма спокойно скажем так он говорил что в каждом кабаке америке была своя группа beatles и ему это все страшно не нравилось ну как не нравится ему это было скучно при этом beatles так гениальная гениальная группа моя любимая и так же как и фрэнк запа которую я обожаю и могу слушать бесконечно и слушаю его музыку уже ну лет больше 40 больше 40 и так у него много музыки такая она разная что так вот просто о ней говорить вот спросить в каком стиле играет на гитаре фрэнк запа например что я могу сказать в том который ему нравится в данную минуту ну нравился будем считать да будем считать что его нет что в материальном мире он уже не живет но музыка то его с нами и пластинки выходят до сих пор концертные постоянно не успеваешь следить как появляются новые концертные альбомы бутлаги когда-то где-то записано записывал практически все свои концерты их очень в каком стиле играется в любом в как в каком этом в данный момент захотелось в том она играет это удивительно виртуозный музыкант равных которому но не было наверное не было человек который мог все который писал симфоническую музыку рок тяжелый рок джаз абангардные вещи какие-то и музыку в стиле которому нет определения хотя как я люблю да никаких стилей не существует существует только музыку но альбом у него очень разные как я только что сказал совершенно в разных стилях не похожий один на другой для тех кто плохо знакомствует что мы запыли вообще не знаком я могу посоветовать две пластинки хотя многие меня сейчас будут осуждать и говорить что нет это совсем не то это совсем не лучшие альбомы заппа про это тоже очень сложно говорить какие у него альбомы лучшие какие не лучшие они настолько все разные насколько все самодостаточные что каждый из них закончен на лучший альбом по крайней мере так думал я мне кажется так думал сам фрэнк когда выпускалась пластинки шейк я ваути по моему так произносится название вот этого альбома который я в свое время любил безмерно и слушал чаще других наверно вот эту пластинку 1979 год это собрание концертных выступлений песни записаны с разных концертов но получился в результате как у запа очень часто и не что не то что очень часто как как всегда у него бывает это концертный альбом который звучит абсолютно как студийный песни собраны в таком порядке что они как бы создают очень цельное ощущение ощущение цельности каждой стороны этого двойника абсолютно цельная вещь перетекают одна в другую все очень смикширована тонко очень здорово ну недавно здесь фотография человека сидящего за пультом все склеена приклеена кое-где овердабинг по-честному везде написано здесь в кредитах где овердабинг сколько овердабинга сколько там наложено в студии сколько не наложено где чистое звучание концертное но базовые треки все концертные включая гитарные соло которые тоже все концертные здесь все по-честному и можно насладиться в полной мере и драйвом и качеством музыки и гитарными возможностями франка запас здесь на этом альбоме шейкер булки да кажется так здесь играет эдриан белью кроме прочих и поет надо сказать эдриан белью очень много здесь играет терри позио на ударных и поет терри позио истошным голосом совершенно высоко рок-н-ролль на очень зверски и пластинка она можно сказать ну вот для тех кто не слышал франка запада и боится вот этих сложных его авангардных симфонических произведений она очень хардруковая хардруковая и очень мелодичная с песнями которые можно напеть которые западают в сознание например прекрасная песня бобби браун с очень простой гармонии с простой мелодии с простыми словами про бобби брауна олицетворение америке среднего класса с блестящими зубами на хорошей машине в отличном костюме все дела которые оказываются гомосексуалистом очень хорошая песня очень мелодичная очень приятная ее с удовольствием можно слушать baby snakes дикий совершенно дикий солнечный ироничный номер прекрасно сыну тут все прекрасно сыграно city of tiny lights яростный рок прекрасный red tomago инструментальный номер где просто слушать гитарную игру прекрасно i have been in you тоже двусмысленное довольно произведение с которым начинается начинается альбом вот i have been in you мелодично спокойно с тяжелой гитарой которая сзади такой тупой гитарный звук подкладочный сзади но слышно что это мощь это мощь хард-рока здесь очень много тяжелого рока на этого и и мелодий как я уже не говорил i'm so cute безумная совершенно кричащая песня терри бозева по моему и и поет диким голосом просто flakes так 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 бобби браун baby snakes я уже говорил до дэнсин фул джури шпиджу из принцесс прекрасные совершенно вещи и в принципе можно начинать даже с четвертой стороны слушать эту пластинку для тех кто не знает что за музыка играет франк запу потому что уайл лав уайлд лав первая пьеса она позаповски сложная позаповски симфоничная позаповски авангардная но слушабельная вполне для даже для неофитов она такая закрученная интересная с пением очень сложным настоящая симфоническая современная музыка но в рок-н-ролле делаю и ее мама следующий номер 12 половиной минут это уже классика вот это настоящая классика произведение ее мама можно слушать ставить на репит если кто-то в электронном виде это все дело слушает ставить на репит и повторять бесконечно и гулять с этой музыкой по улице рано она настолько хороша она мелодически красиво проста из прекраснейшим гитарным соло я бы даже не назвал это гитарным соло а это часть пьесы музыкальной часть часть музыки какое слово это 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 музыка это не соло соло не слова это все это соло этого идиотизм вот этот а эта музыка звукоизвлечение заппы его техника его динамика его логика в построении этой длинной гитарной композиции и она не диссонанс на она очень красиво при этом она очень очень рок-н-ролль на и медленная рок-н-ролль на и очень точно с очень неожиданной фразировкой как всегда запись что отличает его гитарную игру от всех остальных что не у вас по абсолютно нетрадиционные мелодические построения настолько красиво настолько неожиданно это другой мир совершенно другой мир музыки фрэнка завтра и еще одна пластинка из той же оперы тоже концертная тоже с разных концертов собранная она вышла тин салтан тело тин салтаун ребели он называется она она вышла в 81 году за по несколько таких альбомов концертных потому что он очень много времени проводил в студии и писал очень серьезно очень сложную музыку в студии симфоническими оркестрами с джазовыми музыкантами использовал самые последние достижения электроники в своих произведениях и это требовало очень серьезных финансовых вложений а запомнил такой человек он заплатил своим музыкантам из собственного кармана за зарплату группа работала и репетировала с утра до ночи на протяжении там нескольких месяцев каждый день ходили как на работу на репетиции запомнил зарплату из собственного кармана как я уже сказал это требовало каких-то вливаний и он выпускал концертные альбомы вот эти собственно говоря с двумя преследуя две цели во-первых очень хорошая музыка которую хотел показать растиражировать тоже удачные концертные версии а во-вторых они приносили все-таки доход который шел на оплату работы музыканта в студии и выпуск новых альбомов так что все народ здесь среди прочих играет не адриан белью на гитаре играет стив вай который являлся подмастерьем фрэнка заппы и учился у него и говорил впоследствии в интервью что он очень многому научился у фрэнка заппы это его учитель 2 его боготворил наверное сейчас боготворит и считает одним из величайших музыкантов двадцатого века так что любителям стива вая пожалуйста пожалуйста сюда но стива вая здесь вот этого вот его здесь разве что чуть-чуть я услышал он здесь играет на ритм гитаре как обозначено в кредитах я услышал в одной единственной песне который называется бамбуза бамбуза байла игру двух гитар одна из них я подозреваю сыграна баем вторая достаточно там коротко потом подключается заппа уже играет уже свои дела просто может быть мне так показалось может быть все играет заппа просто очень резко изменил манеру в одной манере кусочек потом длинная соло в другой возможно это и он а может быть и нет здесь нигде не указано где конкретно играет соло стива может быть и нигде не играет потому что написано что на ритм гитаре играет стивой ну пластинка очень кайфовая она отличается от вот этой тем что здесь чуть-чуть побольше разговоров хотя не чуть-чуть до достаточно здесь здесь 33 кусочка есть таких разговорных где за по устраивает шоу на сцене рассказывает анекдоты там разыгрывает всякие двусмысленные сценки скажем так но музыки здесь гораздо больше чем разговоров и музыка прекрасная пича с 3 например последняя вещь это продолжение пича сын регалия с пластинки hot reds джаз роковая фьюжен такая штука гитарная прекрасная раз прекрасная но бамбузлук by love я уже сказал жесткий тоже hard rock тоже жесткий hard rock с налетом заповского мышления и джаза и авангарда и soul и фанка и синтезаторных космических звуков все это вместе невероятно красиво невероятно но даже сейчас это даже сейчас этот слушаешь это абсолютно новая музыка потому что никто там ничего похожего не делал и не делает и я уверен что и не сделает потому что ну потому что у гения свой путь и этим путем ушел и мы за ним идем это очень здорово вот панти рэп до четыре с половиной минуты это такие разговорные штуки кое-где hard rock сменяется дубок который дубок знаете что такое да американские вот эти самые песни пятидесятых годов многоголосие с простыми гармониями достаточно очень миленькие такие штучки запах любил и у него есть несколько альбомов где вообще чистый дубок идет в его конечно восприятие с с яростным с яростным злобным юмором вот здесь love of my life песня которая была уже записана прежде fine girl первая штука с которой начинается альбом это такая раскачка сразу сразу хочется дальше слушать пластинку очень круто изи мид 9 минут вторая песня на первой стороне сразу здравствуй гитарный тяжелый рок с виртуозной игрой с виртуознейшими соло осмысленными каждая нота осмысленно очень здорово очень быстро очень точно очень музыкально и не похоже ни на кого больше два очень хороших альбомов как я же сказал плохих альбомов я не могу запад назвать но рекомендую тинселтаун рибели он и шейки your booty вот эти две пластинки соответственно 79 и 81 запа у меня много так что еще бы насладимся вместе с вами я пока пошел пить счастливо пока